К 25 февраля Дмитрий Медведев обозначил конкретные сроки подготовки окончательного варианта плана правительства по поддержке экономики на 2016 год. На прямой связи с губернатором Игорь Кушин ответил на вопросы жителей округа в эфире Радио Наринмарафэм. С главными новостями к этому часу с вами в студии Илья Сахаров. Окончательный вариант плана правительства по поддержке экономики на 2016 год должен быть подготовлен к 25 февраля. Такое распоряжение сделал премьер-министр Дмитрий Медведев по итогам рассмотрения представленной на заседании Кабинета министров версии документа. Министерство экономического развития вносило 4 версии. До последнего министерства и ведомства согласовывали, какие меры поддержки экономики должны быть безоговорочно предприняты, а какие можно оставить в резерве до тех пор, пока не появятся дополнительные ресурсы. То, что те или иные мероприятия вошли в план и под них найдено финансирование, это не повод расслабляться, подчеркнул Медведев. Сейчас средства на все не хватает, и Кабинет министров стремится ввести взвешенную бюджетную политику. Принципиальным моментом плана действий стала поддержка тех отраслей, которые смогут продемонстрировать отдачу. Второй значимый момент касается социальных задач. При этом социальную поддержку правительство стремится сделать более адресной, что добавит ей эффективности. Деньги должны получать те, кто в них действительно нуждается, указал Дмитрий Медведев. Нужно навести в этой сфере порядок, разработать критерии этой нуждаемости. Публичная кампания по определению критериев нуждаемости стартовала и в Ненецком округе. Соответствующее поручение дал глава региона Игорь Кошин. «Мы должны определить критерии и принципы нуждаемости», отметил Игорь Кошин. «Для этого мы сейчас начинаем кампанию по общественному обсуждению, чтобы всем вместе определить данные критерии». Две трети пунктов антикризисного плана – это системные меры. И от того, насколько грамотно удастся их реализовать, зависит будущее состояние экономики и благополучия граждан. Одной из мер поддержки семей в антикризисном плане стал пункт об ежемесячном использовании материнского капитала семьями, которым он положен. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Российской Федерации Максим Топилин. Также министр рассказал, что на поддержку региональных рынков труда в этом году могут потратить 10 миллиардов рублей. 3 миллиарда будет выделено и 7 миллиардов – это резерв. Также он отметил, что зарезервировано дополнительно 5,5 миллиардов рублей на пособия по безработице, если вдруг она будет расти быстрее, чем спрогнозировано. Сейчас на эти пособия запланирован 41 миллиард рублей с учетом текущего уровня регистрируемой безработицы. Еще 6,5 миллиардов рублей будет выделено регионам на детскую оздоровительную компанию. Эта сумма будет израсходована на организацию отдыха для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. На эти средства смогут отдохнуть дополнительно 275 тысяч детей. Нинецкий округ в 2016 году на санаторно-курортное лечение направит свыше 1 тысячи жителей округа. На очереди для получения бесплатных путевок мать и дитя состоят 541 ребенок и 464 их законных представителей. Отделение социальной защиты население планирует направить в оздоровительные учреждения Черноморского побережья 880 человек, в Кавказские минеральные воды 83 человека и в среднюю полосу России 42. В санатории «Юность» города Яссентуки стоимость одной путевки составила 46 200 рублей, что соответствует уровню прошлого года. Первые семьи смогут отправиться на санаторно-курортное лечение уже в апреле месяце. О приоритетах социальной политики, непростых решениях в условиях дефицитного бюджета и точках роста, а также проблемных вопросах округа. Глава региона Игорь Кошин говорил в ходе прямой линии с жителями округа. Будут ли сохранены льготы, решится ли проблема с трудоустройством граждан, строительством жилья и школ. Эти темы стали ключевыми. В течение часа Игорь Кошин ответил на 18 вопросов, поступивших в прямой эфир от жителей НАУ. Их волновали проблемы, связанные с трудоустройством, расселением из ветхого и аварийного жилья, строительством новых социальных объектов, жилье для сирот и другие. Звонки поступили из Наринмара, Оксина и Нельминоса. Один из первых дозвонившихся, житель Оксина, интересовался, когда в селе пройдет газификация. В прошлом году были завершены изыскания, и в этом году было, кстати, информационное сообщение в наших СМИ. Значит, мой заместитель Сурков Сергей Юрьевич, участвуя в работе арктической комиссии, были представители Газпрома, и они подтвердили, что в этом году мы должны начать физически уже работать. Наша задача, ну то есть та задача, которую должен выполнить Газпром, его дочерняя компания, довести до населенного пункта. Дальше мы должны поставить ГРПшку, сделать разводку по селу, но к каждому дому граждане самостоятельно будут уже подводить к себе газ. В Ленинском округе в этом году, согласно программе газификации регионов, начнется строительство пяти газопроводов. Объем инвестиций в этом году составит 200 миллионов рублей. Еще один вопрос оптимизации чиновников прозвучал от жителя Заполярного района. По словам Юрия Александровича, полномочий у муниципальных образований стало меньше, а штат по-прежнему большой. В меру и в должном объеме сократился Заполярный район, и надо отдать должное и главе Заполярному району Алексею Лениновичу Михееву, и главе администрации Заполярного района Олегу Евгеньевичу Холодову. По городу, ну это отдельная история, там пока сокращений нет, и город сегодня тратит значительные финансовые ресурсы на собственное содержание. Что касается наших поселений, это местное самоуправление. На самом деле сокращаться должны, и я предложил это сделать главам наших поселений, но решения должны принимать непосредственно депутаты ваших поселений. Еще один вопрос затронул тему здравоохранения. Отсутствие врача-аллерголога стало настоящей проблемой для жительницы Наринмара, страдающей астмой. В Искателе был до Нового года, сейчас и там нет, а в Наринмаре его вообще не было в городе. Вот как-то решить, чтобы наш здравоохранение как-то немножко, ну вот уделил внимание, вот специалист на такой вот узкой направленности, пожалуйста, помогите. Игорь Кошин пояснил, что действительно проблема нехватки узких специалистов существует в округе. В окружной больнице, по словам губернатора, большой процент врачей – совместителей. Отсюда возникают многочисленные жалобы и страдает качество обслуживания. Поставлю задачу и главному врачу, и руководителю нашего департамента здравоохранения с тем, чтобы приложили все усилия и поработали вопрос по приглашению в округ узкого специалиста. Тема социальных льгот тоже прозвучала в прямом эфире. Несмотря на сложности с исполнением бюджета, власти Нинецкого округа не планируют сокращать виды и размеры социальной помощи населению. Никто социальные льготы, те, которые у нас есть на сегодняшний день, отменять не планирует и не собирается. Это первое, что мне хотелось бы сказать. Второе. Мы действительно должны определить принципы, установить принцип адресности и нуждаемости, и определить вот эти критерии нуждаемости. Для этого мы сегодня начинаем общественное обсуждение с тем, чтобы мы все вместе определили эти критерии. Это для вновь устанавливаемых льгот. Глава региона сообщил, что скоро в регионе начнется реализация проекта «Социальная карта жителя НАО», которая поможет получить широкий спектр социальных услуг пенсионерам, инвалидам и другим гражданам льготных категорий. Ирина Цепитова, Любовь Пермякова, Телеканал «Север». Туристический культурный центр предложили передать в частные роки. Такой вариант реанимирования турцентра предложили эксперты Фонда поддержки предпринимательства в рамках бизнес-проекта «Нао Арктика». Вопросы образования культуры и спорта. Профильный департамент провел обширную пресс-конференцию для региональных СМИ. Туристический культурный центр – одно из немногих окружных учреждений региона, к которому приковано столь пристальное внимание. Судьба неэффективной с точки зрения затрат окружного бюджета организации может быть решена путем передачи объектов в частные руки на правах концессии. Этот вопрос стал одним из ключевых на заседании специализированного штаба по улучшению инвестиционного климата в Ненецком округе. Такой вариант реанимирования турцентра предложили эксперты Фонда поддержки предпринимательства в рамках бизнес-проекта «Нао Арктика». Об инвестиционной привлекательности проекта рассказал специалист Фонда Виктор Чуклин. Необходимые инвестиции в размере 27 млн 736 тыс. рублей, чтобы дало конечную цифру по конечному дисконтированному доходу 50 млн 754 тыс. рублей. То есть, в принципе, принесло бы достаточный доход. Окупаемость инвестиций составила 39 месяцев. Значит, что можно сказать в данном варианте проекта наиболее привлекательным? Это, безусловно, сама инфраструктура уже действующего туристического центра. Это привлекательно для предпринимателей, привлекательно для инвестора. То есть, уже есть база, на которой можно что-то дальше развивать. Второй сценарий, по которому может развиваться бизнес-проект «Нао Арктика» – обустройство частного туристического кластера на остаточной территории турцентра, которая сегодня никак не используется. При этом всю инфраструктуру предпринимателю придется возводить самому. И размер инвестиций при этом, естественно, увеличится. Мнения участников заседания по этому вопросу были различные. Анатолий Корленко считает, что допускать конкурирование государства и частника на одной территории неприемлемо. Это принцип бизнеса. То есть, будет выживать сильнейший, а сильнейший окажется предприниматель только по одной причине. Потому что ему проще делать дело. То есть, у него меньше... Ему проще экономить на издержках. Да. Во-первых, издержки. И он может надо – взял, надо – сделал. То есть, это не госучреждение, которое требует закупки, все остальное. И реально, что касается турцентра, конечно, в моем видении, он должен идти, конечно, в частные руки. Только по одной причине. Потому что, если, конечно, пойдет нормальный инвестор, он сделает все сам. По мнению губернатора округа Игоря Кошина, сегодня необходимо сравнивать оба проекта и просчитывать эффективность каждого из вариантов с точки зрения пользы для региона. Передать турцентр в частные руки, конечно, можно, но только при выполнении нескольких условий. Во-первых, имущественный комплекс будет передан предпринимателю на правах концессии. Второй принципиальный момент – это то госзадание, которое есть. Частник должен точно так же продолжать оказывать. Это второй, да? Включая детский туризм, включая проведение общественных мероприятий. Так мы это будем финансировать, мы это будем оплачивать частнику за предоставление той инфраструктуры и за оказание всех этих услуг. И третье непременное условие – предприниматель должен не просто использовать уже имеющуюся на территории турцентра инфраструктуру, но еще и инвестировать в развитие. Строить дополнительные объекты, коттеджи, бани и прочее. По итогам обсуждения глава региона поручил доработать бизнес-проект «Нао Арктика» с учетом госзадания. Ирина Цепетова, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Центр арктического туризма может приобрести статус официального российского туроператора. Соответствующая заявка подана Федеральное агентство по туризму. Сейчас в Едином федеральном реестре туроператоров лишь одна компания из Ненецкого округа. Об этом сообщила на пресс-конференции завеститель губернатора, руководитель Департамента образования, культуры и спорта «Нао» Галина Медведева. Теме туризма в ходе мероприятия внимание уделили, но не ключевое. Больше всего журналистов интересовали вопросы, касающиеся очереди в детские сады и будет ли построен молодежный центр. Главная цель пресс-конференции – разъяснить ситуацию, которая сегодня складывается в социально значимых отраслях жизни округа. Пресс-конференция Галины Медведевой началась с вопросов о детских садах. Недавно в округе прошло официальное открытие детсада «Теремок» на 220 мест. Новое учреждение немного разгрузило очередь. Так, дети в возрасте от 3 до 7 лет охвачены дошкольным образованием на 100%. А вот очередь от 1,5 до 3 лет пока сохраняется. Более 600 человек по округу. У нас есть группы раннего возраста. Это тот же «Теремок», где открыты две группы раннего возраста. Это есть некоторые группы, предположим, которые переоборудованы на сегодня в кораблике. Это есть группы кратковременного пребывания, когда родители могут привезти до обеда, предположим, или наоборот, после обеда. Руководитель департамента отметила необходимость создания новых детских садов. В бюджете 2016 года заложены средства на возведение сразу нескольких объектов. В районе авиаторов, на улице Ленина, в посёлке Искателей, Ниси, Харуте, Бугрино, пришкольный интернат в Каратайке. Кроме того, предусмотрено строительство школ в Ниси, Харуте, в посёлке Искателей и в районе авиаторов. Что касается молодёжного центра, школы искусств и городского дома детского творчества, с ними стоит повременить. Нужна целостная концепция развития дополнительного образования с непременным включением научно-технического творчества. Техническое творчество сегодня можно развивать на базе, предположим, аэропорта. Техническое творчество можно развивать на мясокомбинате, ну то есть на предприятиях, да, где приобщать ребят и показывать определённый труд, может привлекать к какой-то работе в лабораториях и так далее. Кроме того, это, конечно же, робототехника, которую можно поставить на сегодня, это компьютерная в основном графика, 3D-технологии и так далее. В 2016 году продолжится работа по укреплению внутреннего туризма. Готовится изменение в окружной закон о создании благоприятных условий для развития туризма в Ненецком округе. Запланировано участие в туристских выставках, разрабатывается унифицированный туристский паспорт округа. Основная задача – это все маршруты, которые мы делаем, включить, во-первых, в реестр, во-вторых, обсчитать их экономически, это несомненно, да, у нас большинство уже просчитано, но никто не говорит, что это окончательные маршруты или туры. Обсудили на пресс-конференции и кадровую политику в сфере образования. В 2015 году в округе трудоустроены 35 молодых специалистов. Сегодня остаются свободными вакансии учителей иностранного языка, математики, педагогов-психологов. В течение года будет проведен опрос среди предприятий по вакансиям. В 2016 году на рынок труда выходит более 300 выпускников. Чтобы рабочее место было у каждого, позаботиться об этом нужно заранее. Валентина Чебичик, Александр Дуркин, Телеканал «Север». С уклоном в будущее. С нового учебного года сельские выпускники 9-х классов смогут продолжить обучение по программе полного среднего образования в любой школе Наринмара или поселка Искателей. На выбор ученика 8 направлений, среди которых класс с физико-математическим уклоном или Роснефть-класс. Там готовят будущих инженеров и физиков. Вот видите, я вижу фиолетовый цвет, зеленый цвет, красный цвет. Ну-ка посмотри, поповорачивай, и ты увидишь этот спектр. Обычная лабораторная работа по физике теперь настоящее увлечение. Все, что раньше ребята видели только в учебниках, происходит прямо на глазах. Загорается лампочка Ильича, обнаруживаются световые волны. Все явления и процессы, без которых немыслим мир физики, стал доступным и понятным. Благодаря этому мы приобрели, значит, сотрудничество с Роснефтью, приобрели оборудование, вот, например, для наблюдения электрического тока в полупроводниках. Это тоже демонстрационный эксперимент. То есть можно разместить на доске и все показать, соединив между собой приборы и показать, как электрический ток себя ведет в полупроводниках. Очень много демонстрационного материала должно быть для таких классов, как профильные классы, потому что все-таки это углубленное изучение предмета физики. Три вида оборудования для лабораторных работ – неотъемлемая часть каждого урока. С ним легче понять возникновение звуковых и электромагнитных волн, принцип действия электричества в вакууме. Екатерина на уроках старается не отвлекаться, потому что знает – полученная информация будущему инженеру или нефтянику непременно пригодится. Сейчас мы на самом деле удивились, что все так хорошо получилось, потому что до этого мы смотрели, как-то без оборудования это было не так видно. А сейчас это мы сделали, и очень хорошее изображение получилось. И действительно, мне даже очень понравилась лабораторная работа. Помимо физики, математики, химии и информатики, ребята проходят дополнительную довузовскую подготовку и профориентацию. Это знакомство с вузами, экскурсии на производственные объекты Роснефти, встречи со студентами Ухтинского университета. Возможно, кто-то из 18 учеников 11-го Б-класса продолжит образование именно в этом вузе. Роснефть с образовательным учреждением заключили договор, по которому выпускникам профильного класса выделяются целевые места. Так как дается акцент на физику и на математику, все сюда пришли с этими определенными зданиями, которые в дальнейшем им помогут. То есть они целенаправленно поступили в наш класс, в Роснефть. Согласно статистике социального партнера округа компании Роснефть, 90% выпускников профильного класса поступают в вузы. К тому же им помогают с прохождением практики, ведь компания присутствует практически в 80 регионах страны. Валентина Чебичик, Роман Делимарский, телеканал «Север». Туристический культурный центр готовит интересную программу на предстоящие праздники. К 23 февраля и 8 марта сотрудники Турцентра подготовили для всех желающих квестовые программы семейного отдыха. Провести предстоящие праздники не только весело, но использовать для здоровья. Для любителей самого активного отдыха Центр арктического туризма разработал серию снегоходных экскурсий «Увезу тебя в тундру». Уникальные познавательные маршруты позволят посетить такие места, как Сопка-Сеера, Пустозерск и некоторые поселки округа. Также 23 февраля и 8 марта сотрудники подготовили для всех желающих квестовые программы семейного отдыха. Квестовые программы «Бойцы Заполярье» будут проходить с 21 по 23 и 27-28 февраля. Начало программ в 11, в 13.30 и в 15.30. К месту проведения квестов будет организована доставка автобусом от поселка Факел. Подробную информацию можно узнать на официальном туристическом сайте Ненецкого округа visitnow.ru, а также по телефону Центра 2-13-38.